Здравствуйте! В эфире программа «Высшая лига» – передача о спорте, достижениях и победителях. Сегодня спортом занимаются, если не все, то многие, несмотря на возраст, профессию, образ жизни и состояние здоровья. Виды спорта настолько разнообразны, что каждый находит что-то интересное и полезное для себя. Легкая атлетика объединяет бег, спортивную ходьбу, прыжки, метание. Соревнования по этому виду спорта проводятся в нашем городе регулярно, в том числе и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участие в них принимают профессионалы и любители. Веселые и задорные юноши и девушки, несмотря на проблемы со здоровьем, добиваются хороших результатов. На соревнованиях такого рода участники демонстрируют спортивные достижения, выявляют сильнейших, общаются, делятся опытом, насущными проблемами и просто отдыхают, находят себе друзей, а некоторые – и спутника жизни. Очень много, я знаю, случаев, когда глухие люди, мальчики, девочки, знакомятся на этих соревнованиях. А потом появляются у них хорошенькие дети. Вот, например, здесь у нас сейчас есть семья Полуэктовых, у нас Женя, жена Ира Жилкина, и у них родился прекрасный-прекрасный ребенчик. Есть сейчас три годика, девочка, говорящая. Просто дело в том, что папа не генетически глухой, он переболел, менингитом был у него. Вот, девочка, ну, жена его, Ира Жилкина, тоже там в детстве переболела, стала плохо слышать. А девочка у них говорящая. Это такое чудо. Уже традиционными стали соревнования по фигурному вождению автомобилей среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые проводятся с целью совершенствования навыков вождения, безопасности дорожного движения, выявления лучших водителей. Наш сурдок-центр и в общество глухих в течение двух лет подготовило 18 человек водителей. Все получили права и все катаются нормально и без проблем. Сделано в том, что людям непривычно, что, как сказать, был глухой за рулем. А на самом деле, мало кто знает, они видят и прогнозируют движение любого объекта, в том числе и свои машины. Поэтому и в них никто не врезается, и они уворачиваются. Поэтому проблем в ГИБДД в нашем, с нашими глухими, просто нет. И, в общем-то, по определению, что-то быть не может. Автолюбители принимают участие в соревнованиях такого рода с большим удовольствием, активно поддерживая друг друга во время заездов. Спорт делает нас сильнее, выносливее, целеустремленнее, помогает реализоваться, несмотря на жизненные трудности. С вами была Лидия Руфлядка. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин